МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Те грандиозные задачи, которые нам поставил президент, на сегодняшний момент мы их успешно выполнили. Подведены итоги реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской городской агломерации. К сожалению, мы всех охватить не можем, но определяем наиболее нуждающихся. Меценатов года наградили в Хабаровске. Мы всегда знали, что Хабаровск является спортивным центром на Дальнем Востоке. В Платиномарене прошел первый мастер-класс национальной хоккейной программы «Красная машина». Новый год будет еще, а вот жизнь, здоровье, конечно, это основное, что у нас есть. Хабаровские школы находятся в режиме повышенной готовности перед новогодними праздниками. Самое главное было довести кубок совести и сохранности до дома, чтобы показать родным, близким. Каратист из Хабаровска впервые попал на первенство мира и оказался там в числе сильнейших. Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуют с прошлого года в 36 крупнейших городских агломерациях. В их число вошел и Хабаровск. На Дорожном конгрессе подвели итоги программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Хабаровской городской агломерации. Опыт, полученный за два года реализации проекта в Краевом центре, будет передан в другие регионы страны. Те грандиозные задачи, которые нам поставил президент, на сегодняшний момент мы их успешно выполнили. Город прирос на 131 километр автомобильных дорог с отвечающих нормативным требованиям. На сегодняшний день 50% всей урочной дорожной сети соответствует нормативно-способным требованиям, предъявляемым в соответствии со стандартами роста автодора. Сегодня в Хабаровске на тысячу жителей приходится 495 автомобилей. Город практически ежегодно прирастает новыми жилыми микрорайонами. И старая дорожная сеть едва справляется с возросшим количеством транспортных потоков. В программе предусмотрены мероприятия, которые позволят нам таким образом расставить акценты и увеличить пропускную способность с помощью интеллектуальной системы управления, с помощью акцентов на общественный транспорт. Сегодня выходит на сцену новый вид транспорта – это велосипед. И здесь уже надо нам с вами подумать, Олег Яковлевич, где-то в проектах, где-то на дорогах выделять уже полосы для велосипедистов. Это время уже пришло, и этим мы будем заниматься. За два года реализации федерального проекта в Хабаровске восстановили десятки улиц протяженностью больше 130 километров. В планах на 2019 год отремонтировать еще более 40 километров дорог, установить 182 дорожных знака и реализовать проекты нескольких новых транспортных развязок. Сейчас будет больше сделан уклон в сторону строительства. То есть развязка большая в Воронежской, строительство нескольких еще объектов, которые сейчас находятся в стадии формирования. Прежде всего это новые артерии. Это новые артерии, которые позволяют в долготном направлении пересекать город Хабаровск. Сегодня мы имеем пересечение Карла Маркса, улица Юности и Суворова. Вот между Суворова и Юности большие расстояния. Поэтому предложена развязка и магистраль, которая соединяет улицу Индустриальную с улицей Аэродромной, с Аэродромной выходом на обход города Хабаровска. Реализация федеральной программы безопасной и качественной дороги в краевом центре позволила почти вдвое снизить концентрацию мест дорожно-транспортных происшествий. Напомним, в Хабаровскую городскую агломерацию, кроме краевого центра, входит четыре сельских поселения. Протяженность дорожной сети составляет больше 1200 километров. До 2024 года будет приведено в порядок еще примерно 500 километров дорог. Наталья Чернышева, Дмитрий Попуша. Хабаровск. События. В Хабаровске продолжается строительство многофункционального центра для детей и родителей «Космопорт». Центр инновационных технологий начал возведение объектов в августе этого года на территории парка имени Гагарина, рядом со зданием цирка. Непосредственно к парку прибегают два больших района, наполненные молодыми семьями с маленькими детьми. Это район Вахово и район Флегонтово. И наш комплекс наиболее удобно расположен для того, чтобы молодым семьям проводить здесь выходные и вечернее время. Общая площадь порядка 3000 квадратных метров позволит вместить одновременно до 500 человек. На первом этаже спроектированы зоны развивающих аттракционов для малышей, мягкий лабиринт, комнаты для семейных праздников и игровые автоматы для детей старшего возраста. На втором этаже кинотеатр с тремя залами и фудкорт. На третьем административные помещения. Основное наполнение – это развивающий аттракцион. То есть мы говорим не о развлечении, а о развитии ребенка. В игровой форме, конечно, удобное времяпровождение. Соответственно, очень сильно по сравнению с предыдущими нашими проектами мы двинулись вперед. Самые известные проекты Хабаровского центра инновационных технологий – кинотеатры «Дружба», «Хабаровская атмосфера». Каждый объект имеет свою изюминку. Логично, что космопорт будет выполнен в космической тематике. Вот сейчас дизайнеры работают над тем, чтобы из этих конструкций сделать что-то приближенное к космическим каким-то аппаратам, эмоциям. Чтобы люди видели не набор инженерных систем, а какие-то ассоциации, связанные с космосом. И эта задача ставится, чтобы внутри такие же ассоциации были. Поэтому, наверное, город разделяется. Хотите в космос – едем в космопорт. Хотите каких-то воздушных вещей – едете в атмосферу. Строители уже завершают работы по заливке бетонного перекрытия над первым этажом. Открытие центра запланировано на май 2020 года. Продолжится в следующем году и работа администрации по обустройству основной территории парка Гагарина. Будут заканчиваться работы по мере наличия финансирования, по видеонаблюдению, по строительству тепловых трасс дополнительных, необходимых для парка Гагарина и для многофункционального центра. Также на территории парка планируется построить два пульсирующих фонтана, таких же, как на набережной. Подробнее расскажем в программе «Хабаровск. Инвестиции» в январе. Виктория Пильник, Павел Баландинский. «Хабаровск. События». Хабаровское управление «Газпром. Трансгаз. Томск» благотворительностью занимается уже 10 лет. Но только в этом его директора наградили почетным знаком заботы о будущем. Команда Ивана Башунова помогает ветеранам Великой Отечественной войны, детям, оставшимся без попечения родителей и школьникам. Устраивает различные спартакиады, спортивные турниры и соревнования. Некоторые из них получили статус всероссийских. Мы не стараемся точечно определять. Мы стараемся охватить как можно больше людей из той категории, на которую наша работа направлена. В частности, мы очень много работаем с воспитанниками детских домов. Также команда предприятий выделяет средства на организацию фестиваля социальной рекламы «25 кадр» и на приобретение туристического снаряжения. Регулярно поступает очень много писем и просьб от разных организаций и общественных объединений. К сожалению, мы всех охватить не можем, но определяем наиболее нуждающихся. Ну и плюс, как я говорил, наши системные программы – это не программы разовой помощи. А Павла Троценко, директора организации «Народное в ТОДВ», в этот день наградили почетным знаком милосердия. Он с командой помогает малоимущим, семьям, ежегодно участвует в акции «Помоги собраться в школу». Детям из школы для слабослышащих в этом месяце купили подарки и теплые вещи. На благотворительность в 2018 году «Народное в ТОДВ» потратило 600 тысяч рублей. Помощь ветеранам – одно из основных направлений благотворительности. Помогаем проводить такая акция, например, Дню Победы, какие-то мероприятия помочь провести, где-то купить подарки ветеранам, кому-то оплатить ветеранам что-то. Награждают лучших меценатов в Хабаровске с 2011 года. В этот раз почетные знаки получили 4 человека. Кроме вышеназванных званий, лучший меценат года удостоился Сергей Юрченко, руководитель по «Осбербанк» по Хабаровскому краю. А знак «Социальный партнер» получила директор ООО «ДВ Союз» Нелли Соловьева. В этом году меценаты оказали помощь на 16 миллионов рублей. Это около 10 тысяч человек. Сегодня есть люди, руководители предприятий, которые неравнодушны к положению таких социально обездоленных семей, попавших в социальную неблагополучную ситуацию. Поддерживают меценатов в их благотворительной деятельности Владислав Игнатьев и Дмитрий Попуша. Хабаровск. События. Национальный проект «Красная машина» начал свою работу в Хабаровске. Вслед за теоретическими занятиями для тренеров в Платинум-арене состоялся практический мастер-класс для юных хоккеистов. Ведущий нашей программы «Территория тигров» Иван Вербицкий в самый лучший день для хабаровских мальчишек пообщался с будущими звездами спорта, руководством Амура и всего российского хоккея. Мы всегда знали, что Хабаровск является спортивным центром на Дальнем Востоке. И сейчас мы видим, что нам уделяют большое внимание по всем видам спорта. Вот хоккей в этот день приехал к нам, такой праздник для ребят. Некоторые из ребят говорят, я услышал, что это самый лучший день в их жизни. Давай, поймаем тебя! Иди сюда! Как зовут тебя? Олег. Олег, что сегодня больше всего понравилось в мастер-классе? Ну, больше всего понравилось, конечно, само мастерство тренера, его же не уровень тренировок. Кайфанул? Конечно. Программа «Красная машина» объединила в себе успешный опыт советского, российского и мирового хоккея. Теперь дети по всей стране будут тренироваться по единому плану, который приносил успехи лучшим игрокам мирового хоккея. Базовые навыки должны быть единые. И все ребята должны готовиться по одной программе. Это не программа «Готовить звезд». Какой бы ты программу ни написал, ты ни Овечкина, ни Малкина, ни Кузнецова не вырастешь. Они вырастут сами. Но базовый уровень хоккеистов нужно было поднимать. Вот на что рассчитана эта программа. А программа «Территория тигров», посвященная мастер-классу «Красной машины», рассчитана на то, чтобы порадовать зрителей спортивным позитивом в новом 2019 году. Сергей Щербаков, Александр Марченко. Хабаровск. События. Мемориальную доску генерал-полковнику Игорю Груднову установили сегодня на фасаде штаба Восточного округа войск Национальной гвардии. Герой России руководил дальневосточным подразделением Росгвардии до своей скоропостижной кончины в октябре этого года. Почтить память офицера пришли родственники, сослуживцы и официальные лица. Это тот человек, который мог внушить, который мог объяснить, который мог дать понять своим подчиненным, что Родина – это святое. Небольшой период времени, но я был с ним знаком. И с таким бы человеком я бы жил рядом всю жизнь. И это действительно настоящий учитель, настоящий наставник, настоящий друг. Среди основных задач Росгвардии Игорь Груднов называл всемирную помощь полиции, защиту граждан от терроризма, борьбу с массовыми беспорядками и контроль за оборотом огнестрельного оружия. Городские власти намерены переименовать одну из улиц Краевого центра в честь Героя России Игоря Груднова. На новогодних каникулах в городе будут работать около ста лагерей с дневным пребыванием. Для детей это означает организованный отдых, для директоров учреждений – режим повышенной готовности. В актовом зале третьей гимназии собрали всех директоров школ, центров дополнительного образования и центров по работе с населением. Следить за безопасностью детей попросил лично мэр города. Дать поручение завхозу или энергетику посмотреть входное распределительное устройство. Как правило, все беды у нас начинаются от перегрузки электрического оборудования в учреждении или встании. Еще одна опасность для детского организма – холод. Специалисты призывают не давать детям переохлаждаться и ограничивать время, которое ребята проводят на улице. Надо обратить внимание и школам, и родителям, чтобы не допускали детей, если вдруг у него поднялась температура на новогодние праздники. Ничего страшного, Новый год будет еще. А вот жизнь, здоровье, конечно, это основное, что у нас есть. С новогодних каникул школьники выйдут 14 января. Дмитрий Павленко, Яна Коробицына, Евгений Власов. Хабаровск. События. С первенства мира по карате домой вернулись хабаровчане Анна Ташлыкова и Яков Иневаткин. В Болгарии ученик средней школы одержал победу над представителем сборной страны, которая была хозяйкой первенства, а также спортсменами из Латвии и Украины. Анна Ташлыкова – тренер Якова. И теперь ни у кого не может быть сомнений, что единоборство и женское дело. Мой тренер воспитывает меня с четырех лет. С самого детства меня воспитывает, направляет на путь. И так и наводился контакт. Первенство мира по карате проходило по объединенной версии – КВЮ. То есть своих сильнейших учеников представляли разные федерации. Было 40 стран-участниц. Хабаровчане оказались единственными представителями со всего Дальневосточного региона. Развивает версию шинки окушинка и карате. Такой пример не только для наших малышей, подрастающих в Хабаровске, но и для всего нашего Дальневосточного региона. Потому что и Приморье, и Амурская область тоже как-то не получалось никогда отобраться. Тут такой яркий пример, что в принципе все возможно, все доступно. Яков прежде никогда не выступал на соревнованиях международного уровня. Тренер помогала ему готовиться физически, тактически и психологически. В итоге серебряная медаль в кармане и кубок в придачу. В церемонии к жене проходило так, что кубки выдавали и перестали за первое место. Звучал гимн каждой страны. Ну самое главное было довести кубок совести и сохранности до дома, чтобы показать родным, близким. Для Хабаровской федерации шинки окушинка и карате главное это опыт, который удалось получить на первенстве мира. Наставники смогли в очередной раз оценить, какие методики подготовки эффективны, а какие стоит скорректировать. Кстати, именно спортсмены шинки окушинка и представляли Хабаровск на чемпионате мира, который проходил в Краевом центре в 2015 году. Этот опыт тоже пригодится Якову Иневаткину. Через два года ему исполнится 18 лет и он сможет участвовать в соревнованиях среди взрослых спортсменов. Антон Примачев, Евгений Власов. Хабаровсобытия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова